Казахский национальный педагогический университет Абая сейчас вплотную занимается, участвует в проекте по подготовке педагогических кадров Астаны. Я нахожусь сейчас Забану Махатаевну Нарбетову, проректор Казанту Абая по академической деятельности. Расскажите, пожалуйста, про этот проект. Ну, данный проект был, в принципе, начат реализацией данного проекта в рамках поручения нашего президента страны для того, чтобы подготовить для города Астаны педагогов квалифицированных современных для современных школ. Ну, понятно, что в последние годы Астана растет демографически и открывается очень много школ, как комфортных, так и школ частных в рамках проекта БИНОМ и других частных школ. Поэтому Астана нуждается сегодня в более квалифицированных педагогах. Поэтому мы, как основной головной университет национальный именно педагогическому образованию, тоже эту инициативу поддержали. И хотим помочь, да, по обеспечению педагогами данной школы. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос создания консорциума совместно с Евразийским национальным университетом Гумилёва на их базе совместно готовить педагогов. То есть у нас есть опыт по реализации, скажем, инновационных программ, которые были разработаны в рамках Всемирного банка 11. В этом году еще мы 10 хотим начать. И вот эти программы мы будем масштабировать, также готовить с нашими коллегами целого университета Гумилёва. И начнем готовить с ними вместе. То есть это студенты или работающие педагоги? Нет, это не повышение коллегов, это обучение студентов. Именно мы начнем подготовку кадров совместно на базе педагога имени Гумилёва. О каком количестве студентов идет речь примерно? Ну, примерно была заявка со стороны Акимата города Станой подготовить, там будут выделять именно гранты, это местный исполнительный орган, и где-то около 300, возможно. И плюс еще будут выделены гранты из республиканского бюджета. Где-то около 500, первый прием для того, чтобы мы совместно могли готовить. То есть есть опытные преподаватели Ену Гумилёва, наши педагоги нашего университета, они как раз прошли все эти, скажем, новые тренинги, семинары по реализации новых инновационных программ. Мы им хотим поделиться именно вот этими инновационными программами, и также хотим готовить совместно с ними, помочь уже в обеспечении кадрами по специальной педагогике. Это бакалавриат будет? Это будет бакалавриат. Бакалавриат будет. И начнем мы уже когда? Мы планируем начать вот с этого нового учебного года, с 2024. Здорово. Потому что в Астане реально не хватает педагогов, Астана растет, не хватает мест, не хватает школ педагогов, да? И речь идет о том, что нужен даже педагогический отдельный университет, институт в Астане. И вот этот вот как раз аспект восполняет вот это на данный момент. Ну, эти планы по университету, по открытию, это уже уровень национальный. А мы, поскольку все-таки у нас есть очень высокий потенциал наших педагогов, мы хотим поделиться своим опытом. И второе, мы сейчас по инициативе нашего руководства университета, ректора, мы сейчас 200 наших студентов четвертого курса, около 200, хотим направить в школы Астаны на практику, весенний семестр. Для чего? Для того, чтобы они как раз это выпускающий курс, если им это понравится, эти школы, и по желанию наших выпускников, они могут там дальше продолжить свою трудовую деятельность. Здорово, вы знаете, вот я буквально немного... И хотели бы дальше, конечно, это вот первое, мы хотим это опробировать, насколько это будет эффективно, поэтому такую инициативу наш университет, руководство нашего университета предлагает. Здорово. Ну что ж, успехов бы мы хотим? С Акиматом, Акимат наш город Астаны, они поддерживают. Да вот у нас было подписано с ним меморандум соглашение Анны Нерине по сотрудничеству, поэтому в рамках этого сотрудничества с городом Астаны, Акимата, мы начнем эту реализацию проекта. Я думаю, этот проект будет рады и студенты будущие ваши, и совместные с ХИНО, и родители, и самое главное, школы. Ну, надеемся, что он будет уже более эффективный и даст хороший результат. Ахмед. Спасибо.